Всем привет! Пришло время покрасить наши подготовленные детали, но прежде нам необходимо их загрунтовать. Производитель краски рекомендует использовать белую грунтовку, но наши детали и сами белого цвета, поэтому сначала я их покрою вот такой серой грунтовкой от компании ZeroPaints, чтобы убедиться, что все наши детали полностью загрунтованы. После легкого слоя серой грунтовки я уже покрою их вот такой белой грунтовкой от Alklat. Серый грунт наносим очень тонким прозрачным слоем, только чтобы обрисовать контуры детали. Таким образом нам не придется впоследствии использовать слишком много белой грунтовки, чтобы вернуть детали изначальный белый цвет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Дадим первому слою грунта высохнуть 10-15 минут и начинаем покрывать детали. В данном случае слой может быть чуть толще, но главное с ним не переборщить, чтобы на детали не образовывались потеки. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Дадим грунту высохнуть еще 10-15 минут и нанесем третий финальный слой грунтовки. Я этого показывать уже не буду, поскольку процесс выглядит точно так же. Дадим нашему грунту высохнуть не менее часа и отшлифуем его для придания поверхности абсолютной ровности и гладкости. Для этого я использую наждачную бумагу зернистостью 3000 грит. Делать это нужно очень легкими движениями, не прилагая больших усилий, чтобы не повредить слой грунта или не содрать его до пластика. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Покрываем наши детали первым очень тонким слоем краски, не забывая прокрашивать ребра от деталей и другие труднодоступные места. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Дадим краске просохнуть примерно в течение одного часа, после чего наносим необходимые декали. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» После полного высыхания декалей мы можем приступать к нанесению лака. Я для своих моделей использую вот такой двухкомпонентный глянцевый лак от компании Zero Paints. Для начала наносим лак очень тонким слоем, чтобы он лучше зацепился за краску, а нанесенные декали не вздулись. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Дадим первому слою лака высохнуть 5-10 минут и затем нанесем второй, более толстый слой, чтобы придать нашим деталям глянцевый блеск. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»